Добрый час! С вами, как всегда, Маргарита, и это ИТИ Школа Успешных Продаж и выпуск Винтажное Украшение. Винтажный бизнес. Давайте мы с вами поговорим о том, что можно ли заработать на винтаже. Часто, часто в комментариях вы говорите, неужели все это продается, почему такие высокие цены, бла-бла-бла. Вопросов было много, и поэтому я решила на одном примере, сейчас новый месяц начинается, я решила попробовать. Вы знаете, что на моем канале я люблю тестировать разные вещи интересные, интересные вещи. Поэтому это тест такой, такой тест замечательный в течение, может быть, он месяц продлится, может быть, он два продлится. Я периодически буду делать апдейты, что происходит и как происходит. В последнем моем ролике по видео распаковка винтажных украшений, помните, вот такой вот пакетик, если кто-то смотрит, это для винтажных, то есть у меня был такой пакет на два с половиной килограмма, два с половиной килограмма или два паунда, неважно. Линк будет где-то наверху. И я вам показывала, что там есть такого интересного. За последнюю неделю, я скорее всего за последнюю неделю, я выставила все содержимое этого пакета. Обычно я сразу раскладываю куда, по коробочкам и так далее, по разным сортирую, чтобы мне было удобно потом найти, достать и отправить. В этот раз я решила сделать, знаете, такой волшебный мешок, волшебный пакет. То есть я вот этот пакетик буду держать, буду держать при себе постоянно, да, и потихонечку вынимать украшения и что, и класть туда ценничек, за сколько продалось украшение. Естественно, я просчитала, сколько вот этот вот пакетик чистый доход может принести, за сколько я все эти украшения выставила. Помним, что я этот пакетик купила за 19 долларов. Вот считайте, 19 долларов в один пакетик. Сколько там было украшений, я не знаю, но после того, как я это все посчитала, по тем ценам, которые сейчас выставила, у меня будет 383 доллара. Я не буду считать, давайте округлим, да, допустим, 380 долларов. Я не буду считать все IT, все FIF, все там и так далее, и так далее. Мы просто сделаем вот такую цифру. За сколько это можно продать? Да, естественно, если у вас уже есть навык быстро выставлять, быстро подбирать ключевые слова, это гораздо проще. Но каждый, я когда-то начинала, тоже вообще не знала по украшениям ничего. Кто-то, допустим, кто продает винтажную одежду, тоже, возможно, не знал ничего. Но в процессе обучения, в процессе работы над магазином идет и обучение. Поэтому это все нормально и само собой объяснимо. Итак, этот пакетик стоит 380 долларов, если будет все продаваться без скидок и так далее. Опять-таки, почему я сразу ставлю завышенные цены? Потому что это не секрет. И все любят, что делать? Продвигать тех, кто делает скидки. Естественно, да, то есть если несколько лет назад можно было обойтись без скидок и все проходило, но теперь скидки играют большую роль, будь то винтажный магазин, не винтажный, не важно, да. Поэтому я изначально поднимаю свои цены так, чтобы что было, чтобы у меня была возможность продать со скидкой. Иногда я ставлю скидку, иногда я забываю про скидку и товар продается. Это самый замечательный момент, когда хопочки продалась без скидки за изначальную цену, которую вы поставили. Всем этого желаю. Итак, значит, вот такой вот пакет 380 долларов и посмотрим, сколько времени займет, чтобы не то, чтобы окупить, да, не то, чтобы окупить, а то, чтобы вот продать, ну, хотя бы 50-70%. А расчет 70% продать, ну, 90% вообще-то замечательно. Ну, вот таким вот образом, и он мне будет всегда находиться под рукой, я буду менять, что-то я вытащила туда, поставила, и потом посмотрим, да, чтобы мне не ходить статистику, не искать, а потом просто чисто бумажечки посчитаю и посмотрю, что это получилось. Самое интересное, самое интересное, если помните, то есть я об этом видео думала в последние 2-3 дня, чтобы вам записать его, чтобы загрузить на канал. Ну, ну, все откладывалось, 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 и сегодня, пока я ездила, ездила, помните, вот такое вот это украшение, кто-то мне из вас подсказал, что это TallBots. Я еще сомневалась, выставлять его или не выставлять, но думаю, ладно, я выставлю, я его выставлю, я его выставила за 19 долларов, дорого, недешево, недешево и так далее, я его выставила за 19 долларов, чтобы, ну, чтобы побыстрее продать, да. Помните, вот такое вот украшение хорошее, я даже сказала, что, ой, мне даже оно само, мне даже само оно нравится, да, то есть вот такое вот украшение за 19 долларов. И что вы думаете? Ну, посылка стоила 19 долларов, украшение 19 долларов, и сегодня я его продала без скидок, без всего. То есть листингу всего-навсего 3 дня, человек-гость пришел, купил, и все замечательно. То есть вот у меня первое изделие из этого пакетика продалось за какую-то, за полную стоимость. То есть все остальное, что будет продано, это уже будет профит. Не важно, там за 20% скидка будет, там до 40% дойдет, не важно, да. Мы с вами делаем такой эксперимент и смотрим, как быстро я смогу с этим пакетиком распрощаться, и сколько я смогу заработать, потому что мы уже продали за 19 долларов, я уже свои деньги, я вернула все остальное, это, естественно, прибыль. Вот такой вот у меня тест, я буду вас держать в курсе. Сейчас нужно будет быстро отправить. Я вас буду держать в курсе, как быстро это можно продать. И да, таки, винтажный, это только как бы один пакетик, да, это один пакетик, который пришел. Но в большинстве из вас, кто покупают лото из США и потом перевыставляют и разбирают, да, или кто-то переделает украшения, кто-то такой, это, во-первых, интересно, это энергетически заряжает. Редко, когда можно схватить 3-4 одинаковых изделий, это все разное. Плюс ко всему вы еще что имеете? Вы еще имеете целую огромную коллекцию украшений, если вы их носите, да, то есть можете сами себя наряжать и потом все это продавать. То есть вот такой вот момент. Итак, смотрим, тестируем, за сколько можно это все продать. Вот такой вот интересный тест. Если у вас какие-то еще идеи будут, чтобы я тестировала, пожалуйста, задавайте вопросы и предлагайте, какие бы еще мне тесты сделать. На данный момент я с вами прощаюсь и благодарю за внимание. Смотрим и вдохновляемся и двигаемся к успешным продажам на Итси. Всем пока! Смотрим и вдохновляемся и вверх. Спасибо! Спасибо!